В последние годы государство активно поддерживает развитие системы здравоохранения в регионах, особенно в отдаленных и малонаселенных пунктах. Одним из ключевых инструментов в этом направлении являются земские врачи. Медицинские специалисты готовы переехать и работать в сельской местности или малых городах. В рамках этой инициативы государство предоставляет земским врачам различные льготы и преференции, а также финансовую поддержку для приобретения жилья и обустройства на новом месте. Так, за последний год в больнице Новоульяновска появилось семь молодых специалистов. У нас действует программа «Земский доктор». В прошлом году у нас принято семь молодых специалистов по программе. Они у нас активно трудятся. Существует система наставничества. В 2024 году пришло на работу в больницу Новоульяновска еще два молодых специалиста – терапевт и педиатр. Они также стали участниками программы «Земский доктор». Изначально я живу в селе Большие Ключище, которое находится не на таком большом расстоянии от города Новоульяновска. Это, во-первых, здесь ехать 15-10 минут до работы. И, в общем-то, подъемные довольно неплохие даются «Земским докторам». На данный момент здесь в районе одного миллиона. А особой разницы здесь никакой нет. Все равно Новоульяновск – это тоже город. И единственное, что отличает его, можно сказать, от других поликлиник, это то, что здесь неподалеку и находится в нескольких шагах стационар. Что, как бы, тоже есть свои плюсы. Новоульяновская районная больница может похвастаться широким спектром врачей, в том числе и узконаправленных. Здесь принимают дерматолог, офтальмолог, кардиолог, невролог, лор, онколог и многие другие. Светлана Карпухина, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.